здравствуйте дорогие друзья я продолжаю свое обучение мы поделились с вами уже некоторыми советами и дали вам некоторые рекомендации все что сейчас происходит я получаю финансовое образование от елены вольской и я его получаю непосредственно к моей жизни моей ситуации и мне хочется с вами этим делиться поэтому сегодня мы будем говорить о финансовом состоянии и сейчас елена может быть ты нам что-то скажешь прежде чем мы приступим к следующим шагам всем добрый день я скажу следующее что вопрос финансового состояния часто игнорируется поэтому я считаю важно не он поговорить во первых люди не всегда знают зачем это делать они не всегда знают что это такое они не всегда знают что же будет если об этом не думать и когда наступают либо какие-то приятные слишком приятные или слишком неприятные события в бизнесе как раз в этот момент очень неплохо было бы проверить свое финансовое состояние оно нужно нужно под рукой я слова баланс слышала не один раз и признаюсь честно я всегда была уверена в том что это мне не надо что это какая-то проблема бухгалтера что он чем-то там разбирается и для чего-то это нужно я искренне верила я только недавно я вняла что баланс показывает состояние компании но у меня прямо сейчас вопрос почему баланс называется потому что он построен придерживаясь основных правил бухгалтерских основного принципа так называемой двойной записи помнишь когда-то в самом начале мы говорили о том что когда ты создаешь бизнес тебе нужно бизнес отделить от себя до поскольку бизнес это уже не ты это нечто отдельное то дальше он начинает жить своей жизни и все то что мы называем бухгалтерии или финансовым учетом или управленческим учетом это фиксация на бухгалтерском языке тех событий которые происходят бизнесом и самое первое событие первое событие которое с ним происходит заключается в том что его создатель акционер дает ему денег той или иной формы правильно да происходит у бизнеса с одной стороны у бизнеса появились деньги а с другой стороны что а с другой стороны он эти деньги должен своему учредителю интересная точка зрения потому что то чем я сталкиваюсь что обычно про владельцев считают что они непонятно кто непонятно зачем и бизнесу должны самое прикольное в том что многие владельцы так считают они смотрят на бизнес как на свое дитя которое нужно кормить кормить и еще раз кормить мы чистить ему пеленки надо переодевать его и при этом все время ему что-то давать а ты сейчас говоришь что оказывается бизнес мне что-то делать должен интересно а это просто одно не исключает другого если я создала проект или компанию я четко понимаю что для того чтобы его реализовать и запустить нужно потратить например полтора миллиона долларов а я ему дала всего лишь 100 тысяч то сидит такой мой бизнес и говорит мама дай еще мама папа хочу кушать мама папа хочу кушать у меня не получится закончить гарвард если вы меня хотя бы в первый класс не отправить да то есть если моя задумка стоит больше то с философской точки зрения я все еще ему должна этому бизнесу но при этом вот если я ему уже дала 100 тысяч то и он мне должен просто я ему должна сейчас дать больше чтобы он стартовал вышел на раскрутился вышел на свою окупаемость и получил способность отдавать мне обратно а вот теперь я понимаю что такое баланс получается что баланс как некий документ допустим мне покажет сколько я бизнес вложила сколько бизнес не должен отдать баланс не покажет сколько бизнесу не хватает чтобы он мог продолжать мне отдавать и фактически хоть этой бухгалтерский документ но мне как владельцу этот документ поможет понимать мои функции ролик а вот не совсем так баланс тебе покажет все то что уже произошло все то что ты бизнес вложила и соответственно как минимум это он тебе должен отдать это не гарантия бизнес может разориться и сказать мама папа прости но он и вышел вот но тогда нужно будет это списать каким образом по крайней мере вот это самое первое событие ты ему дала денег он зафиксировал сколько он тебе должен тут же то есть у него с одной стороны появились деньги с другой стороны у него появились обязательства их тебе отдать таким образом строится абсолютно все отношения в бизнесе пример я продала клиенту услугу на с одной стороны у меня появился доход я его себе записала продала услугу другой стороны клиент мне дал тут же деньги либо он мне не дал деньги а пообещал их дать у меня возникла дебиторская задолженность вот в тот же момент как только я ему что-то продала у меня либо появились деньги либо от него возникла задолженность от клиента а вот скажи пожалуйста если я ему продала но при этом еще не предоставила это получается что у меня кредит кредиторская задолженность появилась нет если ты ему продала а например что давай подумать я тренинг продала получила с 1000 условных единиц за этот тренинг внутри не произойдет только через две недели а да ты получила от него предоплату да да ты ему пообещала провести тренинг у тебя появилась от него предоплата соответственно у тебя да ты ему должна хорошо для клиента должна я могу считать что это кредит от клиента просто беспроцентно да некоторое время но только это называется по правильному это называется предоплаты получены хорошо должна будешь либо закрыть этот кредит проведя тренинг либо вернуть деньги возможно там какие-то есть последствия которые предусмотрены вашим договором если может и не будет абсолютно беспроцентным если ты решишь не проводить тренинг для ему вернешь предоплаты возможно какую-то пеню нужно смотреть ваш договор а теперь посмотрим что же происходит допустим он тебе дал предоплату из деньги с другой стороны у тебя тут же появилось обязательство их отдать либо тренинг либо теми же деньгами так и происходит все события которые происходят в бизнесе и имеют финансовую какую-то сторону которые вот уже произошли да не произойдут когда-нибудь мы не говорим о том что когда-нибудь я планирую построить город сад это мой бизнес-план будет стоить 100 миллионов долларов нет мы говорим о том что я уже сегодня посадил первое дерево или это первая посадка этого первого дерева чего-то стоило вот когда это происходит я уже должен это записать мои бухгалтерские книги и всегда 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 абсолютно всегда это будет иметь две стороны медали с одной стороны у меня прибыло с другой стороны у меня обла и у меня получается всегда есть баланс он баланс он всегда будет вот так он конце концов его части потому что он не может быть перекошенным если я дала бизнесу сто тысяч чего-то то у него на счет поступило сто тысяч 100 тысяч должен никакого перекоса они у него на счету они у него он начнет их платить то у него будут следующие операции у него будут расходы какие-то это нужно будет учесть на отдельной статье и денег станет меньше то есть вот так оно все и варится он нам показывает насколько правильно мы и ведем учет средств баланс там в том числе показывает он дает нам гарантии того что наш учет правильно вот то когда мы в том числе учитываем наши доходы и расходы и наш кэшло то что у нас очень всех интересует день сколько у меня денег кем уже научились больше думать категории прибыли убытки пенель доходы и расходы мы не всегда понимаем про что это но уже научились частично думать этими категориями не всегда отличаем пенель от кишло не всегда правильно это делаем но вот именно наличие баланса который работает что значит он работает он правильно строится нужно на не баланс вставляет просто какую-то циферку чтобы он забалансировал ты не смейся ты не смейся так люди делают как бы почему потому что просто есть как минимум какие-то ошибки они могут быть нематериальные и вот могут быть даже материальные даже когда ищут эти ошибки вставляют вот такие волшебные циферки есть профессиональный жаргон которых называют плаг называется я сейчас плагану так вот когда мы не делаем таких вещей и конечно при наличии нормальных автоматизированных систем управления которые правильно построены мы не делаем априори таких вещей нас баланс всегда будет балансировать всегда это нам обеспечивает не не стопроцентную правильность учета но нам дает больше гарантии того что учет будет правильный а главное больше гарантии того что учет будет полный возможно мы что-то внутри него не так оттрактуем но по крайней мере мы отразим все события ну или почти все события а давай я сейчас подведу итог получается что для владельца ему и он должен быть способен читать в кавыче скажу баланс и он должен просто смотреть на то чтобы у него была вот эта сходимость между доходами и расходами чтобы было понятно что мы все это все учить и баланс дает не гарантию хотя бы какую-то гарантию что если у меня сотрудники честные да не не мухлюют специально не воруют специально то тогда мы увидим ошибки которые были допущены доходов или расходы финансовых движений как-то так только на языке баланса он все-таки обеспечивает представление и равенство не доходов и расходов а это называется активы у бизнеса есть это его активы или то что у него должно появиться потому что отражены в активах задолженности и это пассивы и там же на стороне пассивы находится и акционерный капитал то есть активы на одной стороне и пассивы и акционерный капитал на другую а вот теперь мне объясни пожалуйста почему активы называются активами а пассивы называться пассивом и и почему он Согласна. Формулы бывают разные, логика от этого не меняется. Почему активы называются активами, это вопрос очень лингвистический. И почему пассивы называются пассивы, вопрос тоже очень лингвистический. В нашем украинском, русском языке это трансляция того, как это звучит в немецком языке. На самом деле в английском это звучит по-другому. То есть есть assets, это имущество, то, чем я владею. И значительно лучше это передает логику. Ну конечно, конечно, потому что я все время натыкаюсь на вот эту трактуру слов. Да, да, это чисто лингвистический момент. Для пассивов есть liabilities, то есть это наше обязательство. Да, и почему же акционерный капитал находится рядом с пассивами? Опять-таки это чистое уравнение. Можно переставить наши переменные, но должно быть так. У нас либо обязательство, то есть пассивы плюс акционерный капитал равно активы, либо активы минус пассивы равно акционерный капитал. Как хочешь на это смотри, учат по-разному и так и так, просто в той форме баланса, которая принята в нашей статистической отчетности. Именно презентация. У нас есть активы на одной стороне, а на другой стороне у нас есть пассивы и акционерный капитал. То есть это фактически такой механизм, как принято, из чего принято это складывать, и есть закон, твои активы должны быть равны твоим обязательствам и акционерному капиталу. Если говорить о философской логике, почему акционерный капитал стоит рядом с пассивами, потому что я бизнес, я должен акционерам. Это все еще другая форма обязательств бизнеса. Это обязательства бизнеса перед его акционерами, тем не менее. Хорошо, я поняла. А вот скажи мне, пожалуйста, по поводу сроков, баланса, вот как он ко времени привязан, долгосрочные, краткосрочные вещи, вот здесь еще какая связь? Ну, наверное, ты хочешь поговорить о том, что есть долгосрочные активы, есть краткосрочные и долгосрочные пассивы и краткосрочные. Есть соответствующие разделы. Что это такое? Долгосрочные – это те, которые, ну, если мы говорим об активах, об имуществе, это те, которые мы можем долго использовать. Или те, которые нам будут долго приносить какую-то экономическую выгоду. То есть, если я купила компьютеры, то компьютеры – это мои активы, потому что я с помощью них зарабатываю деньги, правильно? Да, да. Оно в активе там у меня лежит. Хорошо. А если я купила какую-то штучку ненадолго или я должна взяла ее ненадолго, тогда это предкосрочный актив. Тут очень много нюансов. Ну, как-то так. Если у тебя есть то, что ты используешь долго, и ты не можешь его, например, даже быстро продать, мгновенно, у него чуть-чуть меньше. Или ты не собиралась его даже быстро продавать. То есть, вот я построила офис, офисное здание для себя, я его буду очень долго использовать. Да. Поэтому это мой долгосрочный актив. Если я захочу его продать, это возможно. Только для того, чтобы… Ты продавать буду долго. Я буду его долго продавать. Он мне не лежит на складе. Мне может повезти, я его продам быстро. Но, скорее всего, мне понадобится определенное резонное время для того, чтобы это продать. Поэтому это долгосрочный актив. У него есть много разных… А краткосрочный актив – это же… А краткосрочный актив, вот там же, туда же лежат деньги, но деньги – это отдельная категория актива. Твой актив, он есть все время. Его не нужно оценивать с точки зрения ликвидности и неликвидности. А деньги – это уже деньги. А вот все то, что может превратиться в деньги быстро или быстро оборачивается по роду твоей деятельности, это называется краткосрочный актив. То есть, ты продала тренинг, тебе должны деньги. Ты их получишь в течение какого-то краткосрочного периода. Вот эта дебиторская задолженность – это твой краткосрочный актив. А, хорошо. Тогда скажи мне, пожалуйста, что же я должна знать? Вот на что я должна смотреть в балансе? На какие вещи я должна обращать внимание, когда я смотрю на баланс? Смотря от того, что ты хочешь узнать. Я просто хочу закончить мысль. Вот так же это работает и на обратной стороне. В пассивах. То есть, у тебя есть точно такие же долгосрочные обязательства. Самые-самые долгосрочные – это наши обязательства перед акционерами. Особенно, если они в форме акционерного капитала. Не могут еще в форме кредитов. Есть кредиты. Кредиты у нас есть долгосрочные. И они учитываются как долгосрочные кредиты. Есть краткосрочные кредиты. Есть твоя задолженность. Те же предоплаты, которые ты получила. Да. Твоя задолженность к каким-то поставщикам. За офис, например. Или за компьютерное оборудование. Да, точно, точно. Я сразу резервирую. Я знаю, что я должна заплатить за офис. Это деньги, их использовать нельзя. Как интересно. Да, точно. Резервируешь ты, когда ты планируешь свой кэшфлор наперед. А в балансе, как только у тебя месяц прошел, ты за офис должна заплатить. Даже если тебе еще счет не принесли. Ты же знаешь, что ты должна. Да. То есть ты же должна в балансе это обязательство отразить. И у нас всегда в балансе есть акционерный капитал. Мы уже знаем, если он есть. Есть у нас всегда долгосрочные пассивы, краткосрочные пассивы. Есть у нас долгосрочные активы, которых, к примеру, есть основные средства. Но не только. Есть в долгосрочных активах, например, точно так же относятся долгосрочные кредиты, которые ты могла бы дать. Или еще какие-то другие долгосрочные истории. Есть у нас денежные средства. И также у нас есть в краткосрочных активах есть еще запасы, которые мы, например, если мы торгуем карандашами, мы на склад положили вот эти карандаши, не у нас стали запасами, мы хотим быстро продать. У меня такое ощущение, что запасы, по крайней мере, то, что я вижу, запасы очень часто превращаются в долгосрочные какие-то игры. Может быть, это отдельная тема. Поговорим. И что ты смотришь? Что ты смотришь, как акционер? Что тебе важно увидеть? Во-первых, баланс – это штука динамичная. Потому что сегодня он один, завтра он другой. Он может быть утром и вечером разным. То есть их прямо надо сравнивать по месяцам? Конечно, нужно сравнивать. Любую финансовую отсчетность нужно сравнивать. Сама тебе, она недостаточно полезна. Она интересна в динамике. Да. Когда ты смотришь на баланс, это наилучшая фотография того, что у тебя есть прямо сейчас. Если он полный, если у тебя учет ведется актуально, и прямо вот как только в бизнесе событие произошло, его сразу в учете отразили, то, да, есть компании, в которых все так и построено. Так вот, если он актуальный, ты всегда можешь видеть все, что у тебя есть. Ну, или практически все, что у тебя есть. Ты всегда можешь видеть свои краткосрочные, долгосрочные обязательства, активы, пассивы и так далее. И на что тебе нужно обратить внимание? Вот хорошо, когда долгосрочное справа соответствует долгосрочному слева. То есть, например, хорошо, когда для строительства офиса это долгосрочный актив. Я беру долгосрочный кредит. Так. Это хорошо. Плохо, когда я для долгосрочных строительства офиса беру краткосрочный кредит. Это плохо. Рано или поздно мне это будет плохо. Так быстро не принесет прибыль и не принесет деньги так быстро, чтобы я смогла так быстро отдать краткосрочный кредит. Как интересно, ты знаешь, ты прямо сейчас ответил мне на вопрос. Один из моих партнеров, у него было именно так. То есть, он взял кредиты для строительства бизнеса, фактически для создания и развития. Но кредиты были краткосрочные. Потому что я теперь понимаю, что кредит на один-два года, это реально, ну, это ничто для бизнеса, который надо строить, выстраивать, и там длинная история лет на пять. И как же, и с этим он и столкнулся, что он не мог выплачивать кредиты, потому что бизнес не мог с такой скоростью устраиваться. Интересно. Хорошо, давай тогда подведем итоги вот по этому занятию, чтобы можно было его обдумать. И потом уже вернемся, если будут вопросы в следующий раз. Но сейчас я подведу итог такой, что баланс, он показывает мне как собственнику, что у меня есть и что у меня, и что из этого мне принадлежит, что мне не принадлежит. Баланс мне показывает, чем я могу распоряжаться и что я должна отдать, и кто какие права имеет на то, что у меня есть. Баланс мне пока... И очень важно, чтобы у меня мои активы, то есть то, чем я пользуюсь для того, чтобы делать бизнес, соответствовали тому, что я должна отдавать как обязательство, чтобы это было ровно. И баланс в первую очередь мне покажет, насколько хорошо работает у меня учет, потому что там должно все сойтись. И баланс мне покажет структуру моих обязательств и структуру моего актива. Супер, так и есть. Какая молодец. Все, друзья мои, вы поняли? Сейчас я пойду это дальше изучать. Спасибо большое, Илья. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok